В ноябре пара планировала отпраздновать медную свадьбу, но на днях артист огорчил своих поклонников новостью о разводе. По словам Ярослава, их разрыв произошёл без скандалов, и он испытывает благодарность к бывшей жене за поддержку в трудные времена. На самом деле, всё довольно просто с психологической точки зрения. У нас всегда была взаимная поддержка, ведь ей было не просто эти годы, когда не складывались дела, как и мне, поделился он в интервью с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Шаман отметил, что Елена всегда была рядом в самые непростые моменты его жизни, на которые он мог полагаться, даже когда в их отношениях возникали трудности. Он чувствует лишь благодарность к бывшей супруге. Это тот случай, когда мы поддерживали друг друга. Что ещё нужно двум людям, идущим одной дорогой? Мы должны быть союзниками, соратниками. Она действительно замечательный человек, пояснил он. Напомним, что Елена Мартынова поддерживала певца на начальных этапах его карьеры, когда он только начинал покорять музыкальный олимп, выступая в ресторанах и пытаясь привлечь внимание на различных шоу. Нестабильный доход и неудачные попытки прорваться на телевидении не пугали её. Не каждый сможет выдержать это. Ты проводишь часы в студии, как сумасшедший учёный, перебиваешься небольшими заработками, пишешь собственные песни и надежды на успех нет. Это сильно угнетает. Мне, как мужчине, это бьёт по самолюбию, делился ранее шаман.